Первое, второе, третье, четвертое. Надо еще написать два числа в этой последовательности ради спечатной основы. А именно, вы повторяете, вы не ищете закономерность. То, что вы выполняете, называется периодичностью. Вот когда в детстве рисовали, вам вот и говорили, дорисуй до конца странички, что ты делал? Ты смотрел, как часто повторяется. Ты определял, раз повторяется, два повторяется, три повторяются. Первое, ты находил период. Ты находил период, а потом у тебя так называемая периодичность идет. Ты не закономерность находишь, а повторяешь свой период. Весна, лето, осень, зима. Весна, лето, осень, зима. То же самое, периодичность у вас будет, понимаешь? А нам нужно закономерность найти. Например, там, я не знаю. Какая закономерность? Каждый раз в середине добавляем. На, пожалуйста. Каждый раз в середине ноль ноль ноль. Один ноль, два ноль, три ноль, четыре. Вот это пошла закономерность. Понятно? Что у нас еще? Закономерность какая? Давай, давай. В степени тройки. Да, в степени тройки звучит это правильно. Потому что те, кто уже не один раз бывали, все-таки знают. Да, по-простому я каждое предыдущее умножаю на три. Но они находятся на определенных местах, которые в нашей закономерности показывают, сколько раз у меня повторилось эта самая тройка. А именно, девять это три умножить на три. Двадцать семь. Три умножить на три. Три умножить на три умножить на три. Себе пишите. Вот что-то вы на меня любите. На меня не надо любоваться. И вот степени тройки, конечно, три в какой степени? В четвертой. В четвертой. Четыре раза повторилось. Три в какой степени? Три. Кубер. Три раза повторилось. Три в какой степени? В квадрате. Квадрате. Два раза повторилось. Умноженное само на себя. Три в какой степени? Первый. Первый. Как тут уже не уверена? Первый. Первый. Пока в первой. Пока в первой. А вот сейчас уже пора отвечать в нулевой. Три в нулевой степени это и есть единица. И закономерность у нас может идти как увеличиваться. Вот здесь вот показатели степеней каждый раз у нас возрастают на единичку. А для кого-то это останется умножаем на три. И это тоже можно. Умножаем на три. Умножаем на три. Одни буквы. Это тоже можно. Что мы еще делаем? Ну давайте вспомним, какие еще интересные мы с вами последовательности знаем. Знаменитые, да? Кто мне сейчас скажет имя человека, в честь которого названа последовательность? И предложат еще два ее члена. Что это за последовательность? Эти два числа 3 и 5 дает 8. Теперь 5 и 8 дает 13. 13. Угу. 13 и 8. 8 и 13 это будет 21. Ну и как называется последовательность? Да, пожалуйста. Я не знаю, по-моему, это число Каталанда. Фибоначчи. Фибоначчи. Пишем. Последовательность Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи, конечно. Числа Каталанда это хорошо, но не там. Но не там. Очень случайно. Итак, понятно, чем отличаются периодичности от последовательности. Что мы с вами еще в прошлый раз говорили, что у нас не может закономерность, помните, кто-то вперед ушел здесь по одному закону. Один закон для всех. Они могут быть самые странные. Они могут быть самые странные. Например, просто количество ноликов в середине увеличится. Это не какая-то математическая операция. Ты точки сосчитала правильно. Ты умница. Ты поглядела за точками. Кто-то еще поглядел за палочками. Вопрос найти закономерность. Благодаря рабочим тетрадям по математике, которые заполняют аккуратно все. Начиная с дошкольников, первоклассников и далее. Другие. Другие вы сейчас предлагаете мне понятия. Я вас прошу установить закономерность. Вы мне предлагаете то, что вы умеете делать. А именно, что дети умеют хорошо делать. Повторять. Я вам приведу пример. Я вас прошу установить закономерность. Почему-то на кружочках получается лучше. Раз. Скажите, пожалуйста, какая здесь закономерность? Один, два, три. На один кружочек я приписываю больше. И вот это действительно закономерность. Это закономерность. Мы каждый раз прибавляем к предыдущему единичку. Это как? Да. Внимательно посмотрите, что предложили многие, кто из вас сейчас подошел и показал тетради. Вы помните, вот наша была первоначальность, да? Многие, кто подошли, показывают не закономерность, а периодичность. А именно, они берут и повторяют то, что я написала несколько раз. Раз. И спрашивайте, Елена Борисовна, вот я два раза повторила, это достаточно или недостаточно? Увидели? Вот у нас период. Вот он повторяется. Вот он повторяется. В данном случае здесь путаются два понятия. Когда вам давали в тетраде закрашивать кружочек, треугольничек, квадратик. Кружочек, треугольничек, квадратик. Пропускали, потом красили. Треугольничек, квадратик. И вот говорят, посмотри, что я пропустил. Что пропустили? Кружочек. Вот никакого отношения в данном случае это не имеет. Нам надо сейчас установить закономерность. Давайте посмотрим на других примерах закономерности. Какие могут быть закономерности? Из самых знаменитых закономерностей. Значит, тебе можно написать знаменитые закономерности. Знаменитые закономерности. И так дальше. Что это за закономерность? Да. Вот это. Ну, а что это? Кто видел? Каждое число удваивается. Удваивается. Хорошо. Да. Умножать саму на себя. 1 умножили на 2, 2. На 2, 4. На 2, 16. 32, 64, 128. И так дальше. В степени двойки. Сколько раз? Два умножили. Саму на себя. А почему? Это 8 на 8. Никакой. Здесь на 2 умножаются. Не кажется. Нет. Я имею в виду, с какой операцией умножили двойку. На двойку. Вот смотрите. Здесь единичку умножили на 2. Здесь 4. Это что такое? 2 умножили на 2. Здесь 2 умножили саму на себя 3 раза. Здесь 2 умножили саму на себя 4 раза. 2 умножили саму на себя 5 раз. Не 8 умножили, чтобы получить 16, а сколько раз двоечку умножили. Пишем. Все себе пишут. Чтобы получить 2, что надо сделать? 1 раз 1. Просто 2. Да. А чтобы получить единичку, что надо сделать? 2 по баллам. Нет. Я знаю. 2 по баллам и дай. 2. 1. 2 в нулевой степени говорят нам самые просвещенные. 2 в нулевой степени говорят нам самые просвещенные. Здесь у нас 2 в нулевой. 2 в первой. Я один раздела множителем 2. 2 в квадрате. 2 в кубе. 2 в кубе. 2 в четвертый. 2 в четвертый. 2 в пятый. 2 в шестой. 2 в шестой и так дальше. Значит, очень полезно знать степени двойки, конечно, наизусть. Хорошо. Следующая не менее популярная последовательность. И еще два числа вы мне сказали. Да, пожалуйста. Тут закономерность заключается в том, чтобы получить тройку, надо двойки прибавить единицы. То есть предыдущие числа надо. Так, дальше. Ну, нам надо не только одну сложить. Чтобы получить следующее число от 8, надо 5 с 8 сложить. Итак, чтобы получить 3, надо прибавить 1 плюс 2. 3. 2 плюс 3. 5. 5 плюс 3. 8. 8 плюс 5. 13. Числа Фибоначчи. Числа Фибоначчи. Конечно. Числа Фибоначчи. И последний. И еще тут одно надо вписать. 21. 21. Итак, всем известные числа Фибоначчи. Ну, если кто-то не знает, вот познакомимся. Много последовательностей мы смотрели на тружке. Давайте. Теперь все поняли, чем отличается просто периодичность. То, что вы периодично повторяете мою запись. От того, что я прошу. Мне надо найти какую-то закономерность и продолжить числа. Ну, 1 плюс 1. 2. Дальше. Плюс 2 минус 1. Итак, смотрите. Если здесь 1, здесь 2, здесь 4. Что здесь написано? 8. 8. А как записано 8? Палочка это 5. Палочка это 5. И еще 3 точки. Значит, здесь что должно быть записано? 17. Сколько? 16. Как должно быть записано? 3 палочки и 1 точка. 3 палочки и 1 точка. И это правда. Пишем себе. И это закономерность. В данном случае я заменила 5 точек на палочку, которая написана горизонтально. Завязано 5 палочек. Это 15. И 1 точка это 16. Замечательно. Но нам нужно еще одно число. Давайте посмотрим, какое число. Теперь вот это 32 нужно на число. Нам нужно набрать 30. То есть это умножить уже просто на 2. 3 палочки умножить на 2. 6 палочек и 1 на 2 точку на 2. И 2. Ага. Это если бы мы ничего не знали. А если мы знаем, что мы сегодня пришли на системы счисления Майя. Пишем? Итак, вот на этом пока остановимся. Как записывали числа? Древние индейцы Майя. Смотрим туда. Майя. Итак, первое начало точно так же, как записывали близкие, можно сказать, им по территории, да? И по культуре. Это ацтеки, да? То же самое. Единичка. Это будет единичка. Два. Два. Правильно опознали. Две точки. Два. Два. В отличие от ацтеков, они группировали не в пучке, а в линию строили. Три. Четыре. Четыре. Пять обозначалось уже черточкой. Пять обозначалось черточкой. Шесть. Палочка и точка. Палочка и точка. Но посмотрите, как близко-близко к палочке лежит точка. Потому что все может измениться только от того, как, на каком расстоянии будет лежать эта точка. Мы с вами узнаем, чему будет равно вот этот слой. Узнаем. Нет. Шесть. 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 Пойдем рисовать дальше. Шесть. Шесть. Палочка, две точки. Семь. Себе рисуем. Это семь. Шесть. Шесть. Палочка и три точки. Семь. 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 Как нам записать десять? Две палочки. Две палочки. Хорошо. Десять. А дальше все похоже. Что? А дальше все похоже. Ну, если все похоже, девушки, прочитайте, какое-то число. Один. Псят один. Шесть. Шесть. Нет. Шесть. Это больше. А тогда почему вы говорите похоже? Три садин. Вон, все один. Да. Еще не было названо правильно число. Один. Сто девятнадцать. Нет. Шесть. Еще раз. Если, а? Шесть. Тогда надо посидеть. Сто сорок. Сто шесть. Не сказать о посидении можете. Девятнадцать. Девятнадцать. Шестой. Девятнадцать. Девятнадцать. Восемнадцать. Все? Девятнадцать. Вы сейчас время тянете. Еще раз. Вот очень полезно читать русские народные сказки. Вот кто сейчас кричит, да, все в детстве мало читали вам сказок. Потому что если бы читали, то во всех сказках написано, не надо жечь кожу, надо потерпеть, да. Помните, богатыри сражались. Добрыня Никитича, что сказала матушка? Будешь бороться со змеем три дня и три ночи. Но потерпеть тебе надо. Вот почему-то не дочитывают, видно. Или вы не запоминаете. Еще три часа. И только тогда ты одержишь победу. И правда, Добрыня Никитич боролся со змеем Горынычем три дня, три ночи боролись они. И силы были равны. И вспомнила матушкин наказ. Что оно, конечно, и сил равны. И времени прошло. Вот надо потерпеть еще три часа. И тогда победа будет за Добрыня Никитичем. Ну так и действительно вышло. Вот чувствуется, мало сказок читали. Значит, надо чуть-чуть потерпеть. Итак, мы с вами дошли до десяти. До десяти. Одиннадцать. Пишем. Две палочки и одна точка. Рядом. Не пропуская. Шесть двадцать. Не надо кричать. Надо подождать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Двенадцать. Двенадцать. Пятнадцать. Пятьдесят один. Число пятьдесят один. Из чьих это? Пятнадцать. Как запишется шестнадцать? Три палочки и одна точка. Пишите у себя шестнадцать. Три палочки и одна точка. Семнадцать. Да. Три палочки и две точки. Три палочки и две точки. Восемнадцать. Три палочки и три точки. Девятнадцать. Три палочки и четыре точки. И вот теперь мы подошли к главному моменту, к числу 20. Вот 20 это то число, которое древние майя положили в основу своей системы. А именно, если посмотреть на календарь мая, то у них год был разбит на 18 месяцев и каждый месяц был по 20 дней. Значит, запишем себе. Значит, год по мая это было 18 месяцев по 20 дней. По 20 дней. Кто знает, сколько это будет дней? 18 по 20. Да, пожалуйста. 360. 360. И получается, что остается плюсовать плюс 5 дней. Ну, здесь уже легенды ходят, что считали они эти дни плохими. А какие? Если 5 дней были плохие? Ну, все хорошо, а второе, ну, не удалось разделить. Если 5 дней были плохие. Да. Они прекрасно знали, что дней больше, чем 360, но для удобства системы всегда делили по 20. Таким образом, и счет у них шел по 20. Но как отличить запись единицы, еще раз напоминаю, от записи 20. Очень просто. 20 обозначалось точкой и открывало новый разряд. А чтобы показать, что там ничего нет, что мы открываем новый разряд, разряд единиц мы закрывали. Кто-то считает, что этот символ обозначил лаз, пуква всевидящая. Кто-то считал, что это ракушку положили, разряд единиц. Да. И это число будет называться 20. Вот это вот число точка. 20. 20 будет. А вот тогда 21 запишется следующим образом. Нам надо взять 20 и положить еще единицу. и получится 21 вертикально. Да. Например, я хочу записать 23. Итак, вот уже счастливая догадка одолела число. Значит, число, вот это какое? 23. 23. А на самом деле? 22. 22. 20 и 2 единицы. 22. 22. Итак, ну вот у нас есть уже кто-то догадался, о каком числе здесь идет речь. Пожалуйста. 25. 25. 25. Число 25. Записываем. 25. Давайте напишем число, например, 37. 37. 37. 37. Записываем. Значит, 37. Это мы взяли 20. И надо еще сколько прибавить? 17. 17. Для того, чтобы вам было удобно переписывать, я сделаю себе вот такую этажерку. На втором этаже у меня здесь лежат, то, что камушки отмечают 20. А здесь то, что называется единицами. Вот единица до 19. Поэтому сколько мы там загадали? 37. Значит, нам надо сколько добавить? 17. 2 палочки. 3 палочки. 3 палочки. 3 палочки. Еще 2 палочки. Третий. 15. Чего? 4. У меня всего 7. Еще 2 палочки. И еще 2 палочки. Добавим. Итак, 15, 17 и 20. Всего 37. Пишем. 37. Хорошо. Давайте запишем 51. Что? Куда класть? 1 палочка. Я уже приготовила этажерочку. Да, пожалуйста. Значит, 2 точки вверху. 2 точки вверху. Это сколько? 40. 40 уже положили, да. 2 палочки. Это 10. Да. И 1 точка. И 1 точка. И вот это число будет 51. Хорошо. Давайте возьмем крупнее. 144. 144. Пожалуйста. 7 точек. 7 точек. 7 точек не бывает. Значит, 2 палочки и 2 точки вверху. Ну, давайте по двадцаткам разберемся. Значит, что нам нужно? 7 раз по 20, да? 7 раз по 20. Это сколько будет? 140. И плюс еще? 4. И плюс 4. Значит, я должна записать 7 раз, 5 и 3 точки, 7 раз по 20. И 4 выложить внизу. Вот так запишется число 144. Да, молодой человек? 7 точек не бывает. 7 точек не бывает. Как только... Плюс, чтобы ты видел, что я перешла на следующую строчку, чтобы это одно и то же выражение было. Да, пожалуйста. А вот у меня вопрос. Вот сколько значит... Плюс, а число 200 говорит? Вот мне вот... Я думаю, число 200. Вот 200. 200. А вот можно записать 200 без точек? Бегу просто двумя палочками. Да. Безусловно. Пока мы не перейдем, безусловно, 200 так и запишется. Давайте запишем, число 200 кончится. Значит, надо записать. Итак, вы можете предложить любое число, которое вас интересует. Интересует 200. Значит, 200 это у нас что? 100. 10 раз по 20. Значит, мы взяли 5 и 5. 10. Но нам надо показать, что это не 10 единиц, да? А 10 раз по 20. Поэтому мы напишем... Глаз. 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 Ну, кто-то ракушку нарисует. Увидели? И еще есть предложение. Какое число интересует? Тысяча. 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 Берем. 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 Ну, давайте сначала разберем. Помните про наш год? Да. Да. У мая в году 360 дней. Значит, если нам надо обозначить 360, как это будет выглядеть? Да. Да, пожалуйста. Это будут 3 палочки вверху. Так. А вверху будет еще 3 точки. Так. Угу. Все? Да. А как же нам тогда отличить эту запись от числа 18? Нет. Надо. Нам надо забить разряд единиц. Да? Вот он. Глазик. 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 У нас с вами в году, значит, 18 по 20. 360 дней. Поэтому, поэтому придумали, что 360 будет новым разрядом. Вот все остальное, все остальное, они будут увеличивать каждый последующий разряд в 20 раз. Но только 360 пойдет не по 20, да, 20 на 20. А у нас получается 360 с новым разрядом. А если оно пойдет как новый разряд, то тогда это мы стираем. и ставим новый разряд 360. А если мы дойдем сейчас до 1000? Да. И так 360 открывает новый разряд. Вот у нас до этого была единица. Я перепишу отсюда. если у нас единица вверху, это 20, 20 мы ведем до того числа, как запишется 360, потому что 360 открывает новый разряд. Третью ступеньку. Понятно? Хорошо. Тогда если у нас есть 2 точки и 2 глазика, сколько это будет? А? 760. 760. 360. Но не 360. 360 уже было. Мы берем 2 точки. Значит, что это показывает? 40. 2 раза по 360. Сколько это будет? 720. 720. Итак, смотрите, мы уже близко к вашей тысяче. Теперь сколько нам не хватает до 1000? Кто может посчитать? Да, пожалуйста. 38000. Нам до 1000 не хватает? 280. 280. Значит, будем прибавлять, да? Да, прибавлять. Оставляем. 720. 280. Это сколько раз у нас будет по 20? 280. Сколько? Да. 280. Сколько? 5 раз по 20. 5 раз по 20 на 100. 4. 2 палочки и 4. 14. 14. Вот 280. Десертатуры не хватает вам до 1000. Это 14 раз по 20. Значит, мы пишем 2 палочки, 4 точки и это у нас по 20. Единиц? Нет. Вы задали круглое число, да? 1000. Поэтому там, где у нас они лежат. Увидели? Глазик нарисовали. Это равно 1000. И это равно 1000, да. Еще раз. 2 точки, потом 4 точки, 2 палочки и по ними глазик. Вот это будет 1000. И так система. Итак, система идет. Строится в столбик. Увидели? Да. Внизу развяды младшие до 19, потому что 20 это уже новый развяд. Дальше идем до 359, потому что 360 открывается. Открывает новый разряд Скажите пожалуйста Если нам нужен следующий разряд Какое число его откроет? Кто догадался? Да пожалуйста Какое число? Итак нам надо 360 умножить на 20 Кто же умножит? На 20 Значит следующий разряд Это будет 7200 Но тогда нам надо И три глазика Увидели? Да Увидели, хорошо Ну что ж Я надеюсь что вы сможете Написать число Если когда-нибудь встретитесь С индейцами Майя Или если поедете На уикенд Посмотреть город Посмотреть пирамиды Посмотреть музеи Что-нибудь из них вы Сможете понять Да? Да Можете понять Хорошо